Недельная глава Бояйцы Недельная глава Бояйцы рассказывает о Якове, как он вышел из дома отца из Бершевы. Наша недельная глава довольно длинная. Если я буду читать и переводить, я думаю, очень малое содержание главы мы успеем. Я думаю, что читать и переводить большинство умеют сами. Но о содержании главы. Наша глава вся посвящена Якову. Как он выходит из дома отца, как он идет в направлении Харана. Как он ложится спать и что ему Бог показывает лестницу, по которой ангелы Бога поднимаются и спускаются. Прежде всего о его выходе из Харана. Гемора в конце первой головы могила делает подсчет и обращает внимание, что Яков при выходе из дома отца ему было 63 года. А затем делает подсчет из встречи Якова от рождения Йосифа. И затем встречи Якова с Йосифом, что делает расчет, что Яков, когда он пришел к Лавану, ему было 77 лет. А между ними 14 лет. Куда пропали эти 14 лет? Геморатом говорит, что эти годы он прятался в доме Эйвера. Кроме того, как Авраам обучал Торе и после него Ицхак, были еще Шеми Эйвера, у которого у них было место обучения Торе. И они там тоже обучали. Так он 14 лет провел в доме Эйвера. И только после этого пошел в Харан. Объяснения говорят, что Яков понимал, что идти к Лавану, он должен был идти к Лавану, убегать от Исава и идти жениться в дом Лавана. Раван был обманщиком. И чтобы остаться чистым и достойным, он еще пошел учиться, чтобы это его укрепило. И только потом он пошел в Харан. Тора нам рассказывает, что он увидел лестницу. Он встретил место, взял из камней, положил изголовье и лег там спать. И ему приснилось, лестница стоит на земле, а вершина доходит до неба. А ангелы Бога поднимаются и спускаются по нему. Что показали Якову? Есть разные мнения в Медрашим. Пиркей Дребелезер говорит, что Якову, знаете, что показали? Будущее его потомков. Ему показали, у каждого народа есть свой духовный представитель, ангел. Вавилон. Ему показали, как ангел Вавилона поднимается на 70 ступенек и спускается. Это означает, что Вавилон будет властвовать над еврейским народом 70 лет. Он спустился, хорошо? После этого ангел Персии и Мидии поднимаются на 52 ступеньки, поднялся и спустился. При нем были... Вавилон разрушил первый храм. А при Персии были события Пурима. Затем ангел Явана Греции поднимается на 108 ступенек и спускается. Как известно, при Греции были тяжелые гонения. И как макобеи против этого подняли восстание. И Бог им помог, они освободились. А затем ангел Эдома поднимается 100 ступенек, 200 ступенек, 300, 400, 500. Очень много. Но даже, как говорится, поднимается и не спускается. Я понимаю, что очень много ступенек. То есть, чуть больше ста лет до разрушения второго храма Рим стал властвовать над Иудеем. Рим это тоже из Эдома. Его руководство. И с тех пор это считается изгнанием Эдома. Приводится, что Яков испугался. Но Бог ему пока стоит возле него. Написано, вот Бог стоит возле него и сказал. Раша говорит, стоит возле него охранять его. Я Бог твоего отца Авраама и Бог Исхака. А земля, на которой ты лежишь, я тебе отдам и твоему потомству. То есть, я, несмотря на все гонения, я буду хранить твоих потомков. И отдам им эту землю. Дальше говорит, ваоё зарахо кафаро орец. Твоё потомство будет как пыль земли. У Фараса ты будешь укрепляться в Йомово кеймо. На запад и на восток. В Цофейно в Негбо. На север и на юг. Вни враховы хол комиш вхейцу Адомо у зарахо. Тобой будут благословляться все племена земли. Все племена земли и твоим потомством. Интересно. Тут написано, твое потомство будет как пыль земли. То есть, имеется в виду многочисленное. Но интересно. Мы встречаем, написано в предыдущих главах, сразу после того, как Абраам проявил готовность и пошел приносить. И уже был готов принести своего сына в жертву. Там написано, что они будут как звезды на небе и как песок на берегу моря. Тоже многочисленные. Я видел интересный комментарий, что тут каждый из них говорит о многочисленности еврейского народа. Но это еще говорит и о качестве. О форме, как они будут. Как звезды на небе, они всем светят. Они не достигают. Песок на берегу моря. Это уже другая форма. Песок на берегу моря. Волны приходят, хотят залить песок, хотят его захватить. Но волны приходят и отходят. То есть враги евреев хотят делать им неприятности, пробуют, но постепенно отходят. Как волны приходят, захватывают песок и отходят. Как пыль земли, это более тяжелое положение. Земля по ней топчет. Но есть закон. То, кто топчет землю, в конце концов в ней лежит. А земля остается и продолжает. То есть разные эпохи жизни еврейского народа. По качеству. Как звезды на небе, как песок на берегу моря и как пыль земли. То есть тут более тяжелое положение. И при всем этом Бог будет хранить еврейский народ. Теперь Бог говорит Якову. Но я понимаю, что это идет и на Якова, и на его потомство, которое тоже называется Яков. Вот я с тобой. Я буду тебя охранять повсюду, куда ты пойдешь. Я тебя верну в эту землю. Я тебя не оставлю, пока я не выполню то, что я говорил про тебя. Как страшно это место. Как страшно это место. Это только дом Бога. Везе шарашу моим. А это ворота в небо. Что значит ворота в небо? Что через это место молитва принимается. Как через ворота. Вход через ворота. Это ворота неба. Это было место храма. Яков встал рано утром. Яков взял камень Ашасома Рашисов. Положил в изголовье. Поставил это мацева. Что такое мацева? Раши говорит так. Что мисбэя это из многих камней. А мацева? Когда ставит один камень. Поставил это. Как место принесения жертв перед Богом. Боицы кшэмен аурэйшов. Полил масло на ниньо. На верхушку его. Ваикру назвала. Чем амокима он назвал бейсил. Было много русских моего ришейна. Прежнее название русских. Ваидар Яков не дар геймер. Яков взял обед. Им яйе элгим и моди. Если Бог будет со мной. Ушмораньи бадара хазэа шоанэхи элых. Будет меня беречь. В этой дороге, что я иду. Это опасная дорога. Эйсов против меня. И лаван обманщик. Это опасная дорога. Выносан ли гэхэм гэхэ у вегет любишь. Даст мне хлеб, чтобы есть. И одежду, чтобы одеться. Кажется слишком длинное выражение. Зачем говорить? Что делают с хлебом? Едят. А что с одеждой делают? Одевают ее. Что значит хлеб, чтобы есть, а одежду, чтобы одеть? Очень просто. Хлеб, чтобы есть. Не чтобы лежало еще на несколько дней. Хлеб, чтобы есть. То, что на сегодня надо. И одежду, чтобы одеться. Не чтобы лежало в шкафу много смен одежды. Это якобы не просил. Хлеб, чтобы есть. И одежду одеть. И я вернусь с миром в дом моего отца. Я вернусь на том же уровне, как я вышел. Я вернусь на землю, как я вышел. Я вернусь на землю. И Бог будет не Богом. Так тогда, когда вы вернулись этот камень, аж сам ты мать его. Я поставлю его стоячим камнем. И есть будет весь дом перед Богом. И все, что ты мне дашь. Асера основывал десятую часть и отдам во имя Бога. Значит, Яков отделял десятую часть во имя Бога. А? Яков принял на себя обет. Интересно, в шухонарухе говорят, что человек обычно не принимал на себя обеты. Это опасно. Потому что, когда человек обещал, то он должен это выполнить. Это не всегда так просто. В шухонарухе написано, что обычно человек, бра, чтобы человек говорил блин-эдер. Он что-то обещает делать доброе. И? И делать. Потому что человек обещает блин-эдер, он должен выполнить. Но обеты не брать. Так интересно. Когда Яков увидел этот сон, и Бог ему обещал, что он будет его хранить, тогда боится, как врагов. Яков понес свои ноги, воел их, пошел Арцов на Икеды, в страну Сыновой Востока. В Харан. А? Бог ему показал, как Бог ему помогает. А? Есть медраж, что Яков сказал, «Поднимаю руки». Поднимаю руки. Откуда? Поднимаю руки в моем горе. Откуда придет моя помощь? Ответ? Откуда придет моя помощь от Бога, который сделал небеса и землю. Человек он один, но человек никогда не один. Яков увидел, как Бог ему помогает. Он пришел. И он видит в Эрбасодах, колодец, в Эрбасодах, колодец в поле. Мы нашли шеи шедрые цены. И три стада скота, рыбцы, малые лежат. Потому что мы над этим набираем, «У, яшко одорим, оттуда паят стада». В Эвенгде лау пи абер. А большой камень у отверстия колодца. И собирается все стадо, и откатывает камень, напаивает скот, и потом возвращает камень к отверстию ее колодца на место. Так Яков и спрашивает, «Скажите, братцы, откуда вы?» Это мы тоже должны учиться у Якова. Ты встречаешь людей, как он и говорит, «Братцы, откуда вы?» Они сказали, «Мы из хора». Он сказал, «Знаете ли вы, Вобана сын Нахор?» Сказали бы, «Знаете». По-видимому, Вобан ведь вообще-то не сын Нахора. Чей сын Вобан? Птуева. Но, по-видимому, так говорят комментаторы, по-видимому, Нахор был более известен, может быть, более уважаем. Поэтому называли его «Аван сын» по-дедушке, сын Нахора. И сказали, «Мы знаем». Сказали, «Мир у него не у него». Сказали, «Мир». А Рахель, его дочка, приходит со скотом. Так он их спрашивает. «Воемеры, мы даем году. День большой. Мы не можем собирать скот». Не то что, прошу прощения, не время собирать скот. А скула цейну хуру. Напоите скот, идите, посидите, почему вы собираете скот. Так они, воемеры, сказали, «Мы не можем». Пока, «Аллаше Йосфукова Адорим». Соберутся все стада, вы говорили, «Откатит камень от отверстия колодца. Вышки на цель. Напоим скот». То есть, там были три стада, то как минимум три пастуха. Может быть, у каждого стада было, может быть, пастух его помощник. Может быть, даже было шесть. Но они говорили, «Мы не можем. Мы не можем. Нужно больше пастухов, чтобы вместе откатили этот огромный камень». И что они говорят? И что он говорит с ними? А Рохла уже пришла. И когда Яков все это увидел, Скотт, Рахель, дочка Лавана, брата мамы, Скотт Лавана, брата мамы, подошел Яков и откатил. Он сам откатил. Бог его показал, как он помогает. Смотрите. Трое пастухов, а может быть, даже и шестеро, не могут откатить. И они там, на лоне природы, все спокойно. А Яков пришел с дороги, встал. Он легко откатил. Бог ему показывает, когда Бог хочет, он может помочь. И он помогает. Яков рассказал Рахеле, что он брат ее отца. Значит, брат родственник. И что он сын Ривки. Она побежала, сообщила папе. что он пришел? Пришел родственник. Так папа, он слышал про Якова, сына сестры. Он побежал, обнял, пацановал, привел в дом. И сказал Лавану, всей сестры. Вообще-то, что он так, что он так выбежал? Очень просто. Когда послали раба, Авраам послал своего раба и лезера, так он пришел, с десятью верблюдами, с подарками, с украшениями. Так Лаван предполагал, что если раб пришел так, то сын Ицхака, Яков, придет, по крайней мере, как Эльеза. Он пришел, ничего нет. Лавана, деньги занимали серьезное место. Подумал, может он где-то прячет, обнял его, пацановал. Так он сказал Лавану, что он должен был убежать, из-за брата. И он пришел, без ничего. Интересно, есть интересный медраж. Медраж нам говорит, что Ривка дала драгоценности, Якову, в дорогу. Но, по дороге, это ушло. Как ушло? Я скажу вам, как. Яков идет в дороге, его встречает Элифа, сын Исава, его племянник. Давайте представим себе их разговор. Добрый день, дядя. Добрый день, племянник. Послушай, дядя. Папа послал меня убить тебя. Да, но убивать же нельзя. Так, Медраж говорит, что Элифа сказал, а что? А что я буду делать с приказом, приказом папы? А? Серьезный? Серьезный аргумент? Как вы думаете? А? 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 Что я сделаю с приказом папы? М? Скажите, если папа велит убивать, надо это выполнять? Мы знаем, что такого выполнять не надо и нельзя. Я слышал о товарища оригинальное объяснение. Как это таки? У Элифа попало такое в голову. Хотите послушать? Мой товарищ говорит на это очень интересное объяснение. Он говорит так. Ведь кажется, даже 5-10 летний ребенок понимает, что если отец велит убивать, то делать этого нельзя. Как этого Элифа так думал? Вопрос, как поставлено воспитание в доме? Как известно, Исаав других законов Торы не выполнял, не выполнял и нарушал. А вот почитание отца Элифас выполнял очень аккуратно и очень на хорошем уровне. Нам рассказывает, по-моему, Роман Гамлиев и Робшиме Гамлиев, что я почитал моих родителей. Но не как Исаав. Исаав, когда он обслуживал папу, он надевал на его уважаемую одежду. Я этого не делал. А он почитал родителей лучше, чем я. Так выходит так. Воспитание, которое Элифас получил дома, почитание родителей – очень важная заповедь. А все остальные – не убивать, не грабить. Это вообще-то нехорошо. Но, когда надо, можно это тоже перейти. Почитание родителей – ни в коем случае. Вы слышите подход? Когда папа говорит убивать, папа сказал как можно иначе. А убить – это, конечно, нехорошо, но возможно. Вы знаете, что Яков ему сказал? Яков сказал ему, послушай, компромисс. Бедный, так написано в Талмуде, бедный считается как умерший. Так я тебе даю драгоценности. С одной стороны, ты выполнил приказ папы. А с другой – остави меня в живых. Как говорят, и волки сыты, и опцы целы. И Медраж говорит интересно, что то, что Элифас на это пошел, это знаете почему? Он все-таки воспитывался у дедушки Яицхака. И поэтому он не убил. Видите, что-то на Элифаса помогло, что он был в доме у Яицхака. Вместо того, чтобы убить, он только ограбил. А вообще-то это говорит нам и линию отношения к разным заповедям Торы. Каждая заповедь имеет свое место. Есть всего в Торе 613 заповедей. Многие из них не актуальны в наше время, но вообще-то они есть. И каждая заповедь имеет свое место. Так надо, каждая заповедь должна занимать свое место, соответствует тому, как Тора ее поставила. А если одна заповедь идет и живет за счет нарушения других, это уже против Торы. Это уже подходит к воспитанию Иисова. Если человек говорит, эту митцву я выполняю, а за счет других и за счет нарушения других, это опасный путь. Это как раз путь Элифаса. Так он рассказал Авану, что с ним произошло в дороге. Так вае имя Роман, сказал ему Роман, ах, а смею в ссоре? А ты же мой кости мяса. Вае имя Шхейдаш Йомин. Был с ним месяц. Вы думаете бесплатно? Нет. Мы видим дальше, что он пас овец. Вае имя Роман Яков. Сказал Роман Якову. Ахи охи атова ватани хином. Ты мой брат будешь мне работать бесплатно. А гидо ли мама Скуртеха скажи мне, какая плата твоя? Папа зацел говорил на это, что это слишком благородно для человека, как Роман, что он сказал, ты будешь слишком высокое благородство, что ты будешь мне работать бесплатно. Папа зацел говорил на это так, что многие люди, когда в Советском Союзе работали на невысоких зарплатах, но они в том месте, где они были довольно хорошо воровали. И без назрения совести. Я же почти ничего не получаю. Говорит смотри, ты брат мой, ты человек близок ко мне по поведению. Ты будешь мне работать бесплатно. Лучше скажи мне, какая твоя зарплата, тогда ты уже не будешь меня воровать. Мне выгоднее, чтобы я тебя попросил и тогда я буду спокойный, что ты ничего не возьмешь. У Равана были две дочки. Шей Макдейло Лео и Шей Мактан Роху. Старшие звали Лео, а младшие Рахэль. И они Лео Ракис. Глаза Лео были мягкие. Интересно. Медраж говорит, почему они были мягкие. Она много молилась и плакала. Люди говорили, что есть брат и сестра. Ривка и Лаван. У Ривки два сына, а у Лавана две дочки. Ну, Шей Дух. Старшие для старшего сына, младшие для младшего. То есть, Лея для Исава для старшего сына, а Рахэль для Якова. Лея спрашивала, как себя ведет Исав. Ей рассказали, как он себя ведет. Грабит, хватает женщин и так далее. Так она плакала и молилась Богу, чтобы она не вышла за него замуж. У нее глаза были мягкие. В Рохо уйсо, а Рохо убыла, Ифас Теяр в Ифас Маре. Раша переводит так. Ифас Туар красивая по форме церва. В Ифас Маре красивая по виду. Моев Яков с Рохо. Яков полюбил Рохо. Моей имер сказал, вот, Хоше Вашони, я буду тебе работать 7 лет, за Рохо у твою младшую дочку. Почему он так подробно сказал Лавану, а? Раша переводит. Он знал, что Лаван обманщик, поэтому он говорил с ним в самой ясной форме. Он сказал Рохо. Но вы знаете, что если кто хочет, он может поменять имена. Правильно? Так он сказал, Ваше упрощение, он может взять Рохо, он может взять какую-то Рохо. из того же города или из другого, по другую едать. Ты попросишь Рохо, пожалуйста. Он говорит, Битхо, твою дочку. Хорошо, твоя дочка. Ну, а я... А если он поменяет имена? Поэтому... Поэтому он сказал, Хактану младше. Рохо, твоя дочка младше. Скажите, четко сказано? А? Четко. Очень четко. Вы знаете, на Идыш, в еврейском форме разговора было, когда два купца между собой говорили, говорили так, Я тебе говорю, Берохо, Битхо, Актану, в той самой ясной форме, как только можно говорить. Было такое упражнение. Ну, и вы думаете, он не обманул? Он обманул. А сейчас послушаем, что Лаван отвечает. Во имя Рома сказал Лаван, Лучше я дам ее тебе, чем дать другому человеку. Что ему дать? Сиди со мной. Как вы понимаете ответ Лавана? Скажите. Ага. Лучше дать ее тебе, чем дать другому. Выйдать замуж кому-то другому? Рахель. Лучше я дам ее тебе, чем кому-то другому. Но непонятно, почему он не говорит просто. Да, я согласен. А? Он отвечает так, не четко ясно. Правильно? А? Какой подвох лежит в его словах? Я вам скажу. Знаете что? Оставим это на... Оставим его аргументы на потом. На то, что он тогда сделал, тогда поговорим. Но подвох начался сейчас. Я работал за Рохом Шевашонем семь лет. В его глазах это было как несколько дней. Боавос Эйсер. Он ее любил. Во имя Якова Рохом сказал. Яков Рохом. Говорите, что дай мне мою жену. Кимол и йомой. Наполнились мои дни. Говорите, я приду к ней. Говорите, я приду к ней. Говорите, я собрали склоныщие ямоки. Всех людей этого места. И Говорите, что он сделал первый? Говорите, что он сделал первый? Говорите, что он сделал? Было вечером. Говорите, взяли свою дочку. Говорите, взяли свою дочку. Привели ее в нем. Говорите ей. Говорите. Говорит ей. По-моему, на свое campo было ровно. Вот по-моему, Рохом сказал. Ведь когда жил с его дочкой, Он сговорился, во-первых, с жителем своего места, что они молчали, что это не Рохо Лалео. Во-вторых, когда уже пришел к самой хупе, они потушили свечки. Они говорят, что вы, вы думаете, мы не скромные, как вы? У нас, мы ведем себя скромно, в темноте, тихо. Между прочим, одна из сторон, ведь наша голова, это же голова Галюта, как евреи живут среди других народов. Одна из сторон отношения других народов к еврейскому, это знаете что? Есть унижение, преследование физическое, преследование экономическое и унижение. Вы не знаете, как себя вести. Вот мы, мы благородные, интеллигентные люди, а вы, евреи, не знаете, как себя вести. Слышали об этом? Так это, это как раз, тут Лаван, Медраший говорит, что вы думаете, мы козлы, как вы, мы делаем свадьбу при свете? Нет, мы тушим. Они это сделали, чтобы он не заметил, что это Лея, а не Рахель. Но сам подход, мы знаем, как себя вести, а вот вы не умеете. Так, было утром, а вот она Лея, вагеймаре Лаван сказал к Лавану, мазота с Италией, что ты мне наделал? А лейбероху Лаван ты не мог? За Роху я работал с тобой. Вегомаре Мессоня, а почему ты меня обманул? А? Вы знаете, что это значит? Человек работал, трудился семь лет. И после этого такой обман. Скажите, когда работник работает месяц, ему не платят, как договорились. Вы знаете, представляете себе чувство работника? А? А если он работал не месяц, а год, и даже не год, а семь лет, представляете себе? Вагеймаре Лаван, сказал Лаван, гэййосэ хэмбим кэмэйну. Мэнь не ведется так в наших местах. Гасэйса ацииро, лифне апхиро. Выдавать младшую и раньше старшую. У нас так себя не ведут. Между прочим, это опять-таки поставить себя наверху, а второго внизу. Мы ведем себя по правилам. У нас для рахаэрэц. Раньше выдают старшую, потом младшую. Вот вы не умеете себя вести. Вы не знаете, как себя вести. Опять подход сверху вниз. Кьякову. Обратили внимание? Ну, между прочим, что это за аргумент? Я вас спрашиваю. Если кто-то скажет, я буду работать у тебя месяц за столько-то, и ты мне заплатишь такую-то сумму. А он скажет, в наших местах так себя не ведут. Это аргумент. Я не понимаю. Я договорился с тобой работать семь лет за рахом. А ты мне говоришь, в ваших местах так себя не ведут. Что за аргумент? Да я вам скажу. Подвох Равана начал с самого начала. Раван говорит Якову. Послушай, а я тебе вообще не обещал давать рахаэль. Я тебе этого не обещал. Ты мне предложил, но я этого не обещал. Я никогда не сказал, что я тебе ее дам. Что я сказал? Лучше я дам ее тебе, чем дать ее кому-то другому. Ты у меня первый в очереди выдавать рахаэль. Ты первый. Лучше дать тебе, чем кому-то другому. Я остаюсь на моих словах. Ты раньше всех других. Но очередь не пришла. У нас порядок. Раньше выдают старшую дочку, а потом младшую. Ты первый в очереди. Но очередь не пришла. Понятно, что это обман. Потому что если он действительно это хотел, имел в виду, он должен был бы, когда Яков ему говорит, я буду работать семь лет за раху, твою младшую дочку, сказать, послушай, да, но это при условии, что я пока выйду замуж за кого-то другого. А если нет, я тебе такого не могу обещать, услышите? Так он должен был ему сказать. Но как отговорку он нашел, я тебе ее вообще не обещал. Я сказал только, что ты первый в очереди. Умеет обманывать? А? 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 Ну, представляете себе терпение Якова, а? Можете себе представить себя на его месте? Можете себе здесь, наполни эту неделю, дадим тебе это тоже. Ба выйду за работу, а шерта выйди моды, будешь работать со мной, еще семь лет других. То есть так, за раху Яков работал еще до того, как ее дали. После закончились семь лет, ему дали. А потом ему дали раху. Через неделю, который обычно свадьба, еще семь дней радуется жених с невестой, через неделю я тебе дам ле раху, и ты будешь у меня работать еще семь лет. Есть интересный поступок вашея. Ва я ведь не строил бы еще, Яков бы еще, он бы еще шомар. Он работал за женщину, и за женщину наклонял. За первую, как слышится, за первую он работал за нее и получил ее, а потом за вторую уже работал после свадьбы. Ва я с ловом, а я с Яков Кейм, сделал Яков так, поймал и наполнил швы здесь, эту неделю, свадебную неделю. Ва я ведь не делал ему это раху убитый, и еще, раху его дочку, и ему в жены. Ва я ведь не делал раху убитый, это было швы, ее служанку било, а его швы ей в служанке. Медраж говорит нам интересно, как это мы говорили, что Лея много молилась и много плакала, чтобы она не попалась Айсаву, а попалась Якова. Она много молилась. Медраж на месте говорит так. Каша и Атфила. Молитва – это очень твердая вещь. Не только это аннулировало предыдущее решение, но она еще стала женой Якова еще раньше, чем ее сестра. Слушайте выражение Медража, это надо помнить. Каша и Атфила. Молитва – это твердая вещь. Молитва может все менять. Молитва – это твердая вещь. Молитва – это твердая вещь. Молитва – это надо не учиться. Честность Якова как работника. Он работал честно. И вот он говорит потом Лавану в лицо. Медраж на месте говорит, что вот эта честность его в работе, это то, что его потом спасло, когда Лобан за ним гнался. Он был очень честным и ответственным, когда он работал. Ваяр, аденуй, кисну, а Лио, ва ифта, хесрахмо, врохо, акоро. Бог увидел, что Лио нелюбимая, и раскрыл ее матку, а Рохо была бездетна. А, это линия Бога. Во-первых, что значит Лио ненавистная? Я видел комментарии, не то что ненавистная, но отношение мужа к жене, это же отношение любви. Если что-то не хватает любви, если одну, когда-то, когда было несколько жен, муж очень любит, а вторую намного меньше, то это называется сноа. Теперь, так интересно, есть линия Бога. Это написано в Коэрэд. Во-эрэ ким, и вакешес, нервзов. Бог ищет того, кого преследует. То есть, того, кому тяжело. В данном... Тут... Рахаль была любимая, а Лея... Менее любимая, нелюбимая. То кому Бог посылает детей? Ли... Это путь Бога. Это путь Бога. Тот, кого преследует, тот, кто нелюбим, Бог с ним. Ватар, Гиа... Гиа стала беременной ради омассены, Ватик, ну, шмей, назвал его имя Рубень. Он сказала, «Бог видел мои страдания, ки а то я ваня ищи, теперь мой муж будет меня любить» Матары, то дела еще ваты, вот бен, ради насыны, ваты, москала, ки шома одиной кисну, а нехи Бог увидел, что я нелюбимая, воит на лигаме зе, дадал это тоже, ваты Кошмей назвал ее Мишиме Она называла, соответственно, отношение мужа к ней Ватар, эйд, ваты, гад бен, стал еще беремен, родила сына, ваты, москала, а то апам нелови ищи илай Мой муж присоединится ко мне, ки иланды ишли еще воним, я родила ему трое сыновей А кем поэтому Кошмей Леви назвал, тут написано в мужском роде, назвал его имя Леви То есть не она, назвал его имя Леви Почему это вдруг с третьим сыном, муж ко мне присоединится Раша приводит метраж, что наши матери были пророчицами и они знали, что у Якова будет двенадцать сыновей от четырех жен Разделим двенадцать на четыре, на каждую приходится по трое сыновей Так я, как говорится, я мой план выполнил Муж не может на меня иметь претензий и он присоединится ко мне Я свой план выполнил Ватар, эйд, ваты, гад бен, стал еще беремен, родила сына Ватар, москала, апам, эйд, эс, ад иной Сейчас я буду благодарить Бога Значит я буду благодарить Бога Благодарить Бога надо всегда Но сейчас особая благодарность Как говорят, как мы уже говорили Средне на каждую мать приходилось сколько сыновей? Трое А у меня родилось? А я родила? Четыре Так я перевыполнил А у кем поэтому корошмей Назвал его имя Ягудо Ягудо это от слова гейдо Благодарить Благодарить О да, благодарить Вата, мейд, мюхедес Остановилась от рождения Я слышал объяснение А почему? Она же благодарит Бога Почему же она остановилась рожать? Рожать Благодарить Бога надо Но надо просить и на будущее Благодарить и просить на будущее Благодарить она благодарила А просить на будущее не просила Теперь Роха увидела, что она не родила Якова, и она стала завидовать сестре. По-видимому, у моей сестры Ли есть большие заслуги, что у нее родились дети, а у меня родились сыновья, а у меня нет. Хотел бы знать, какие ее действия. Сказала Якова, дай мне сыновей, а если нет, я как умершая. Рассердился гнев Якова врагу. Смотрите, на что он рассердился. Выражение дай мне сыновей, то есть она просила и хотела, чтобы Яков молился, но все-таки она не должна была сказать в такой форме дай мне. Медраж говорит, что Яков тоже не должен был так сердиться. Рассердился гнев Якова врагу. Яков сказал, что я вместо Бога, а шамонами моих привода выдержала себе плод живота. Я что вместо Бога? Как Краша это объясняет Бог так. Она как говорит, молись очень сильно Богу. Как твой папа молился? С обсессией. Говорит, я не как папа. У папы не было детей. У меня есть. Он говорит, да хорошо. А твой дедушка? Твой дедушка Авраам, хотя у него уже был Ишмаил, он молился, что у него был сын. А царь? Ну, Сара, она вела свою соперницу в дом, то есть вела свою служанку и отдала мужу в жены. Так потом рассказала Рохова, пожалуйста, я готова делать это тоже. Вот и моя рабыня вела, приходи к ней, она будет рожать на моих коленях, то есть она будет рожать, а я буду нянчиться с ними. И я построюсь так же я от нее, через нее. Точно как Сара построилась, я тоже построюсь. Вот и дала ему из Билла Шевхоза ее рабыня еще в жены, воевы и Лео Яков. Пришел к ней Яков. И Ватар Билла. Так Билла стала беременной, Ватар от Якова родила Якова сына. Так сказала Рохова, Бог меня судил, что у меня не было детей. А с другой стороны, в гамшом обыкели, слышал мой голос, Ватар дал мне сына. Поэтому наш король Шмей назвал его имя Дон. С одной стороны, Бог меня судил и наказал, что у меня не было детей. А с другой стороны, дал мне сына от моей рабыни. Потом она стала еще беременной и родила. Билла рабыня Рохова, второго сына Якова. Я сказал, Навтуле, о кем не в толке. Несколько переводов. Одну из них я очень упрямилась и старалась с моей сестрой и смогла, что у меня были дети. Не от меня, хотя бы от моей служанки. И назвала его имя Навтуле. Тора рассказывает дальше, как Лея дала тоже свою служанку Якову жену Зилпу. И она родила без сына. Назвала его Гад. Потом второго родила и назвала его Ашер. Тора нам рассказывает историю про Рубина. Тора рассказывает нам дальше про родение Исахара, Улеи Исахара и Звуна. А затем Бог вспомнил Раха. И потом у нее родилась Исахара и Звуна. Два сына, Улеи. И потом родилась дочка. Назвали ее имя Дина. Интересно. Геморанам говорит, что что такое Дина? Суд. От слова Дан. Суд. Вообще-то она должна была бы быть мальчиком. Но Лея молилась Богу. Говорит, если она будет мальчиком, что останется на доле моей сестры Роху? Каждая из служанок Якова родила по два сына. И уже десять родились. Если сейчас одиннадцатый будет мальчик, так что, моя сестра Роху не будет как одна из служанок. У нее не будет двух сыновей. И намолилась Богу. И Бог сделал, чтобы она стала девочкой. А потом Бог вспомнил Роху. И она стала беременной. И родила сына. Я сказал, а ты? Я сказал, о, Савелаким Аскарпосе. Бог снял мой позор. А потом назвал его имя Есиф. Такой Есиф, что Бог прибавил мне еще сына. Видите? С одной стороны, она благодарила. Бог убрал мой позор, что я бездетная. А с другой стороны, просьба, чтобы Бог прибавил мне еще сына. Другого. Видите? Больше она не просила. А когда Роху родила Есифа, Яков сказал Авану, отпусти меня, я пойду в мое место в моей стране. Дай мне жены и детей, что я работаю, я пойду. Сказал Авану, говорит, Я... Если я нашел симпатию в твоих глазах, Я гадал, богословление приходит из-за тебя. Сказал, знаешь, укажи твою... Браха приходит с тобой. Я установлю мою плату и... Установи твою плату на меня, я дам. Вообще-то наша глава, это глава Галюта. И в этом эпизоде разговоры между Яковом и Лаваном лежит будущее еврейского народа, как будет в Галуте, в экономической стране. Видите, начало идет... Что Лаван говорит Якову? Я гадал, с тобой приходит браха. С евреями приходит браха. И Лаван говорит Якову, укажи твою плату, я дам. И Яков говорит свое, свои предложения. И Лаван говорит, да, пусть будет, как ты говоришь. А затем Лаван обманывает Якова десятки раз. Как дальше в конце главы Яков говорит это Лавану в глаза. И при всем этом Тора нам пишет, что Яков по условиям договора с Лаваном разбогател. У него было много скота, и верблюдов, и ослов. Это удивительное явление, как евреи экономически существовали в Галуте. Естественно говоря, по обычным правилам экономики, еврейский народ не имел известной экономической базы. Крестьяне жили за счет земледелия. Были ремесленники, были власти, графы, бароны. А у евреев не было экономической базы. И несмотря на все это, Бог посылал им браху. Это одно из удивительных явлений существования евреев в Галуте. И не только это, очень часто можно было обратить внимание, что евреи живут как другие и даже лучше. Это браха Бога. И это из удивительных чудес в жизни еврейского народа. А в нашей главе это говорится в отношениях между Яковом и Лаваном. Я бы, может быть, говорил подробнее, но наше время просто кончилось. Мы поговорили немножко о нескольких темах главы. Есть еще много, что говорится. Вон. Вон. Воскресения. Продолжение следует...